Привет, красотка! И у нас сегодня продолжение рубрики. Я не знаю, можно ли это назвать рубрикой, потому что пока что вышло только одно видео на эту тему. Это сравнение макияжа различных стран. Когда я была в Индии, это было примерно 4 месяца назад, я сравнивала индийский макияж и русский. И я решила сделать это некой традицией и делать разные макияжи на своем лице, сравнивая его всегда с русским. Почему русский будет всегда неизменно оставаться? Ну, просто потому что, как минимум, я из России, и наши тренды все-таки тоже меняются, так что у нас будет видео такое два в одном. Я буду показывать все тренды русского макияжа на данный момент на этой стороне лица и макияж какой-нибудь страны на вот этой стороне лица. И сегодня у нас Корея. Я обожаю корейскую косметику, просто стоит ли говорить о ее качестве, когда мне кажется, это уже всем и так понятно. Я, кстати, уже нахожусь с линзой. Кореянки очень любят увеличивать свои глаза с помощью линз. Вообще, веяние корейское такое в макияже, в бьюти-индустрии, это быть наиболее похожими на европеек. Они всегда в макияже пытаются сделать свои глаза больше, но о трендах чуть-чуть попозже. Для того, чтобы начать, нам нужно разделить лицо на две части. И с этой стороны у меня будет не просто русский макияж, как я уже сказала, а русский макияж с нынешними трендами, так сказать. Недавно у меня выходило, кстати, видео о бьюти-анти-трендах. Можете его посмотреть здесь. И я в нем предлагала альтернативы анти-трендам, то есть то, что сейчас все-таки популярно, все, что сейчас актуально. Именно вот этим вот трендом я и буду следовать сегодняшний мой макияж. Еще хочу сразу же предупредить, что солнце сегодня ведет себя очень предательски. Оно то выходит, то заходит. Цвет может меняться в видео, но я буду стараться это урегулировать. Как с этой стороны лица, так и с этой стороны я начинаю с базы. База с корейской стороны у меня очень красивая, очень матовая. Вообще корейская косметика сама по себе безумно яркая, необычная, красивая, вкусная, я бы сказала, вот прям упаковка. Это праймер от Тони Молли, очень заглаживает сильно поры и не дает туда забиваться тональнику. Вообще вся корейская косметика, которая сегодня у меня будет, я вам в описании оставлю ссылки. Пришла косметика очень быстро, я это все заказывала в интернете. Сайт называется Lucky Cosmetics. Были приятные бонусы, подарочки, вообще куча, смотрите, куча тестеров еще. Сайт понятный, абсолютно все удобно. Уже кожа на ощупь даже становится такой гладенькой и очень вкусно пахнет сам праймер. С русской стороны лица я буду использовать похожее средство Maybelline Baby Skin. Создает примерно такой же эффект, но пахнет намного менее приятно, я так скажу, какими-то инструментами. Ну что ж, я думаю, все знают, насколько кореянки любят выбелять свое лицо, в прямом смысле, не создавая почти никаких теней в виде скул, в виде затемнения там лобика, чего-либо еще. Они просто максимально выбеляют и делают лицо фарфоровым. Поэтому сегодня мне в этом поможет кушан, у них они очень распространены. Ну просто посмотрите опять на эту упаковку. Такое жемчужно-розовое напыление, как будто бы. Внутри мы имеем вот такую вот антибактериальную подушечку. Все очень хорошо, видите, как закрывается, открывается. Отклеиваем саму наклеечку вот эту. Кто не знает, кушан представляет собой вот такую вот губку, очень хорошо пропитанную средством. И вот такая вот маленькая губочка тоже, которую мы прикладываем и набираем таким образом средство. Мне почему-то кажется, что это будет темновато, потому что... О, нет, замечательно, хорошо. Нанесение удобное. Вы знаете, как я люблю бьюти-блендеры. По удобству нанесения замечательный вариант. Единственное, что чуть-чуть плотноватое нанесение. То есть те, кому бьюти-блендеры не очень нравятся за счет того, что бьюти-блендер съедает очень много тональника, вот кушан подойдет замечательно. Кстати говоря, насчет бьюти-блендера, посмотрите, какая няшная штука была на сайте. Я, если честно, короче, не посвящена во все эти сериалы, не сериалы, комиксы, ну, в общем, вот эту всю японско-корейскую штуку. Наверняка этот чувак это что-то значит. Скорее всего, он какой-то герой какого-то сериала или что-то еще. Но он просто безумно милый, и он был очень маленьким, и он улыбался. А потом, когда я его размочила водой, чтобы он стал мягоньким, он стал каким-то грустным. Но, в самом деле, я его тоже взяла, чтобы сравнить, и он невероятно мягкий, просто отлично, 10 из 10. Ну, и теперь с нашей русской стороны я наношу мак. Ты что, кончаешься? Я надеюсь, вам видно это через камеру. В зеркале это как-то более заметно, что, конечно, наша русская сторона более такая естественная, то есть под кожу. Просто она скрыла различные неровности. Кореянки не очень за прям супер-супер матовую кожу, то есть у них тоже сейчас тренд пошел на сияние, на такую вот влажную кожу. Но, тем не менее, пудра у них используется особенно под глаза, на Т-зону. А так у них даже есть хайлайтеры, так что мы с вами это еще оценим. Пудра со стороны Кореи у меня будет очень интересная. Бренд SaySaiMool. Я лучше не буду пытаться. И вот что внутри. Сама упаковка потрясающая, чтобы ничего не попадало, ничего не разбилось, если что. Все, обалденно пахнет пудра. Но такой мягкий спонж, девочки, если честно, им наносить одно удовольствие. Прям очень-очень приятно. С нашей стороны у меня будет пудра от Maybelline, которая у меня почти закончилась. И кисточка. Максимально выбираю оттуда продукт, потому что она реально уже заканчивается. И наношу на Т-зону. Ну что, пошли различия кардинальные, потому что со стороны русского макияжа будет у нас контуринг небольшой, со стороны корейского макияжа контуринга не будет, будут румяна. И посмотрите, пожалуйста, каким средством мы будем наносить с вами румяна, девочки. Это просто невероятный какой-то бутылечек. Бренд It's Skin. И внутри вот такая вот сухая пудра, которая подходит и для глаз, и для щек, и для губ, создавая эффект тинта, эффект насыщенного цвета на самом деле. Его можно наносить сверху пудры, его можно наносить под пудру, потому что это не кремовый продукт. Упал, и солнце вышло, все для меня. Я даже не знаю, что с ним делать, я просто буду вот так вот наносить на яблочке щетик, немножечко вот сюда, потому что они румяна наносят максимально на самом деле, видите? И растушевываю пальчиком. Румяна в Корее в почете, поэтому не скупимся на них. Со стороны России у нас будет небольшой контуринг, все же будет. Не такой сильный, как раньше, конечно, не прям Ким Кардашьян, но небольшой будет. Затемняем скулы, лобик. И румяна у нас, конечно, тоже есть, но не так обильно, а более спокойненько. Я набираю от Евы мозаик румяна кисточкой. Переходим к самому интересному. Это брови, глаза, губы. Здесь у нас и будут большие отличия, потому что брови в Корее. Это брови прямые, абсолютно мягкие, широкие, максимально наивные, похожие на детские брови, без углов, без графики. Мне будет помогать вот такой карандаш корейский, тоже вот этот вот бренд Саймул какой-то. Классный карандашик, я его уже заценила. Здесь вот такой вот срез. И вот такая вот кисточка, расчесочка. Давайте я вас увеличу. Здравствуйте. Так, ну а русские брови я нарисую карандашиком от NYX. И тоже есть расчесочка. Тренды бровей у нас сейчас идут на естественность. Просто хорошо расчесанные, хорошо зафиксированные брови. Вашей формы, без особо каких-то графичных линий. Если мы будем говорить про корейские глаза, то здесь у нас тренд на увеличение глаз, конечно же. Также стрелочка, которая будет немножечко делать наивный взгляд. То есть в центре века самая широкая часть этой стрелки, подводки. И стрелка уводится чуть-чуть вниз. То есть не вверх кончик, а именно вниз. Сделать такой немножечко наивный, детский взгляд. Ну, линзы, как вы уже видите, немного увеличивают глаза, это понятно. И что насчет теней. Макияжи глаз у кореянок в основном светлые, розоватые такие вот оттенки. Чтобы не перегружать глаз каким-то темными смоками, которые не смогут увеличить как раз-таки их размер. У меня вот такая вот палетка корейская бренда It's Skin. И вот этими оттенками мы высохлим сейчас века. Ну и, конечно же, тот же самый продукт, который мы наносили на щечки, сейчас нанесем на глаза. Как раз-таки вот в складочку века. Видите, я просто накрошила его вот сюда вот так вот. Потому что я не знаю, как его еще наносить. Может быть, прям вот этим аппликатором, конечно, но я еще пока не приноровилась. Ну что ж, давайте опробуем подводку от Миша Корейскую. Безумно мне нравится, как она пока что выглядит. Ее супер острый кончик. Сама упаковка очень классная. Колпачок какой-то мега удобный. Он как-то закрывается, знаете, с какой-то пружинкой. Посмотрите, как я скруглила глаз. И окончание стрелочки уводим вниз. Сама подводка по себе очень четкая, очень быстро сохнет. Становится матовой, такой черной, насыщенной. Очень мне понравилось. И нижнее веко, они тоже хорошенько так подчеркивают. Я вооружаюсь тоненькой скошенной кисточкой, светло-коричневыми тенями, чтобы создавать естественную тень. И сколько я фотографий не пересмотрела японского макияжа, все девушки прокрашивают верхние ресницы, а нижние нет. И у меня здесь дабл нитс, оранжевая такая яркая тушь. Вот с такой изгибающей щеточкой. И кореянки очень хорошо закручивают свои ресницы. Если честно, у меня керлера нету. Боюсь на него подсесть, поэтому его даже не приобретаю. Но чтобы добиться эффекта закрученных ресничек, можем смотреть прямо вниз. То есть зеркало направить вниз. И с самой тушью прижиматься прямо-прямо к веку. И получается вытягивать немного реснички, закручивая их тем самым. Знаете, я бы еще белым карандашиком прошлась по водной линии, чтобы еще больше увеличить глаз. Ну и давайте перейдем к глазам русской нашей стороны. Как мне кажется, сейчас очень актуальны тени жидкого такого нанесения. С мокрым эффектом я взяла вот такие вот тени от мак. Розовато-жемчужные. Наношу на все подвижное веко. Немножечко затемняем складочку века. И наша небольшая, но не грустная русская стрелочка. Я ее нарисовала подводкой от Клиник. Вот такой глазик у нас здесь получается. Ну и мы, конечно, прокрашиваем и верхние, и нижние ресницы. Тушь у меня тоже, кстати, новая. Только что распечатала от... Кстати, тушь офигенная. Позвонил Денис, меня прервал. Это Yves Rocher Crazy Sexy Palette называется. Вот так она выглядит. Вот такие три глазика с сердечками. И посмотрите, какой красивый результат она дала. Мне очень нравится. Корейский хайлайтер вот такой вот. Достаточно радужный, интересный. Дает такой слегка заметный песочный блеск. Но кожа становится заметно более такой мокрой, влажной. Ну а на русскую сторону, конечно, мы тоже наносим хайлайтер. Но здесь у меня будет мак. Любимый хайлайтер. Вот эта вот палеточка. И в уголок глаза, и на скулы, и вот сюда немножечко. И на носик, и на губки. Ну что ж, самое интересное у нас это губы. Почему интересно? Потому что посмотрите, какой здесь будет продукт от Кореи. Это такая лампочка. На самом деле это блеск-тинт. Очень пигментированный. Мы будем делать эффект амбре. Я думаю, вы знаете, супер стиль корейский. На губы наносить максимальное количество тинта, средства именно вот сюда. И уже к внешней области растушевывать на нет. То есть, чтобы внешняя граница наша была нечеткая, наоборот. Для большего эффекта можно вот эту вот внешнюю часть как бы сравнять с тоном пудрой. Ну а на русскую часть я нанесу такой розоватый блеск. И сверху нанесу бальзам от Himalaya Herbals, который придаст еще больше блеска. И последними средствами у нас будут выступать фиксирующие штучки. Если вы не против, я корейскую использую на все лицо, потому что моя от Мак лежит вон там. Мне так лень туда идти, если честно. Это бренд, опять же, этот Сайя Мул. Такое приятное легкое распыление. Очень классно. Вот такие дела, красотки. Я не знаю, откуда у меня пришла вот эта идея приклеить трессы, подстричь их, сделать вот эту псевдочелочку. Я просто пересмотрела десятки фотографий кореянок. Они были все с темными волосами. У многих была челка. Не знаю, как вам, а мне эксперимент очень понравился, потому что это очень занимательно. Во-первых, корейская косметика просто, ну, любовь. Обязательно, девочки, оставлю сайт, как уже и говорила. Обязательно отвечайте вот здесь вот, какой вам макияж больше по душе. И пишите в комментариях ваши идеи, какой макияж вы хотите видеть в следующем из этой рубрики. То есть я снова буду сравнивать русский макияж и макияж какой-нибудь страны. А мы с вами, красотка, увидимся совсем скоро. Я вас очень сильно люблю. И улыбайтесь чаще. Пока-пока.